16 мая пройдет акция, приуроченная к Международному дню музеев. Называется она «Ночь музеев». В предыдущие годы жители городов, которые присоединялись к акции, могли посетить выставочные залы в вечернее и ночное время. Музейные работники готовили различные интерактивные программы. В этом году из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий не будет. Акция «Ночь музеев» пройдет в онлайн-режиме. В этом году акция будет посвящена символам эпохи победителей. Это начало 30-40-х годов и символы Великой Отечественной войны. Это все символы, которые связаны с победами нашего советского народа. Это, конечно же, масштабная акция, которая сравнивается с «Библионочью», «Ночью искусств», «Театральной бессонницей». И это мероприятие не может, конечно, пройти незамеченным. И в нашем городе мы привыкли, что наш музей Армавирский представляет достаточно хорошие экспозиции. Они подготовили новые экспозиции, будут проходить онлайн-мероприятия, записанные экскурсии по музею. К этой акции в этом году подключились все учреждения культуры. Это и городской дворец культуры, и библиотечная система, и наши три школы дополнительного образования. Школа искусств, художественная школа, музыкальная школа. И, конечно же, наш Армавирский театр. То есть все учреждения, которые работают в городе Армавире, в культурной сфере, они подключились к онлайн-акции. И жители нашего города в онлайн-страницах, на сетях учреждений культуры смогут посмотреть все мероприятия, которые для них подготовили. Акция «Ночь музеев» любима армавирцами. В городе работает один из старейших музеев Кубани. Его сотрудники ежегодно готовили яркие программы и мастер-классы. Присоединялись к организации акции, ведущей учреждения культуры города. В итоге – тысячи довольных посетителей. На такой праздник приходили целыми семьями. В этом году Армавирский краеведческий музей тоже будет удивлять. Правда, дистанционно. Акция «Ночь музеев» стартует с 16 мая. Продлится с 14 до 0 часов. Сотрудниками музея подготовлено более двух десятков познавательных проектов, доступных на официальном сайте. В этом году мы принимаем участие в международной культурной акции в 14 раз. Но такой формат для нас впервые. Все мероприятия, которые мы подготовили, будут проходить на нашем сайте, будут в нашей страничке ВКонтакте, будут на нашей страничке в Инстаграм. Этот год юбилейный для нас, год 75-летия Победы. И, конечно, эту тему мы обойти не могли. Мы рассказываем обо всем, что дорого для наших людей. Символы 20-х, 30-х, 40-х годов. Это свидетели эпохи Победы нашей. Что для нас новое абсолютно будет, это то, что в 3 часа мы проводим прямой эфир. Онлайн-экскурсия по нашему Армавирскому краеведческому музею. Проводит экскурсию заведующий отделом археологии Александр Петрович Лопатин. Я думаю, что многим жителям города он известен. Мы приглашаем вас подключиться к нашим интернет-ресурсам и побродить по нашему музею онлайн. Это будет новое и для нас, и для наших жителей. Для руководства и сотрудников музея дистанционная работа и организация масштабной акции в онлайн-режиме – новый вид деятельности. Но уже сегодня армавирцев называют в этой сфере лучшими в Краснодарском крае. В апреле стали известны результаты краевого конкурса «Культура Кубани онлайн». В номинации «Лучший онлайн-проект музейного учреждения Армавирский краеведческий музей» более чем из 60 номинантов занял первое место.